19 сентября в Лондоне прошли похороны Ее Величества Королевы Елизаветы II. Траурное мероприятие посетили многие высокопоставленные персоны, а также члены королевской семьи, в числе которых были и принц Гарри с Меган Маркель. Однако особенно британцам запомнилась герцогиня Сосекская, она дала волю эмоциям, чем вызвала бурное обсуждение в сети. Во время церемонии в Вестминстерском аббатстве папарацци заметили, как Меган вытирает слезы. Кадры расстроенной герцогини сразу же распростились в соцсетях и вызвали споры. Меган была единственной, кто оплакивал королеву. Подводит итог всему, на самом деле, написал один из пользователей. Затем фотографы запечатлели сдерживающую свои эмоции Меган в тот момент, когда гроб королевы покидал аббатство и направлялся в усыпальницу в часовне Святого Георгия в Вензорском замке. Поклонники королевской семьи тут же отметили, что остальные родственники покойной Елизаветы II тоже дали волю чувствам и не сдерживали слез. В подтверждение были опубликованы кадры плачущих Карла III, принца Эндрю, детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма и других. Меган Маркель при этом обвинили в излишней наигранности. Казалось, что она следила за тем, когда на нее попадут объективы фоторепортеров, и селилась заплакать, чтобы продемонстрировать всю свою скорость. После того, как два года назад в принц Гарри и Меган Маркель отказалась от королевских полномочий, они переехали жить в США, в роскошный особняк в Монтисито. С этой страной они надеялись связать всю свою новую жизнь, а также карьеру. Однако после смерти королевы Елизаветы II их планы могут измениться. На днях королевский эксперт Нил Шон на своем YouTube-канале отметил, что Меган Маркель вполне может вернуться в Великобританию, так как тепло было встречено людьми. По его словам, герцогиня Сосекская активно и охотно общалась с простыми британцами перед похоронами Елизаветы II, Меган хотела встретиться с народом Великобритании, но боялась, что ее не примут. После теплой встречи ее страхи развеялись, ведь она увидела, что нравится британским людям, что ее любят, заявил эксперт. Меган Маркель и принца Гарри и вправду приняли весьма благосклонно. Теперь Меган чувствует себя признанной, потому что она нравится британцам. Она действительно чувствует, что они готовы и желают принять ее возвращение в Великобританию, полагает эксперт. Но одной народной любви для возвращения мало. Сосексским необходимо получить согласие старших членов королевской семьи. Считается, что решение король Карл III и титулованные родственники могут принять уже в нынешнем году. Во время прощания с Елизаветой II произошел неприятный инцидент. Неизвестный посягнул на гроб с телом королевы, который уже несколько дней находится в Лондоне. Один из присутствующих в прощальном зале предпринял попытку прорваться поближе и сорвать королевский штандарт. Сообщается, что полиция задержала злоумышленника. Гроб с телом королевы пробудет в Вестминстерском дворце до 19 сентября. Все желающие могут проститься с монаршей особой на расстоянии трех метров от гроба. Напомним, Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании – 70 лет. Церемония захоронения состоится 19 сентября в Виндзоре. Королева будет похоронена в мемориальной часовне королей Георга VI. Согласно давно устоявшейся традиции, военнослужащие всех стран Содружества накануне похорон почившего монарха отправляются в Великобританию, чтобы принять участие в траурных мероприятиях в грядущий понедельник. Накануне вечером принц и принцесса Уэльская прибыли в учебный центр Пербрайт в графстве Суррей, где встретились со служащими армий стран Содружества, мужчинами и женщинами, которые прибыли в Англию и готовятся к похоронной церемонии. Их визит был внеплановым, пара спонтанно решила посетить репетицию, которую организовали для солдат. Несколько минут они провели с военными из Новой Зеландии, один из них позже дал небольшое интервью британским таблоидам, в котором рассказал, о чем говорил с будущим королем. Принц Уэлем сказал мне, что это очень странно, готовиться к похоронам Елизаветы II, если помнить о том, что совсем недавно ее семья занималась организацией празднования платинового юбилея, сообщил журналистам 31-летний Грег Геффорд. По его словам, принц Уэльский сделал особый акцент на том, что такой контраст многому учит королевскую семью и позволяет увидеть, что бывают не только взлеты, но и падения. На встрече с Уильямом и Кейт присутствовали более ста военнослужащих сил обороны Австралии, вооруженных сил Канады и сил обороны Новой Зеландии, все они в понедельник встанут в ряды военной процессии, которая пройдет по центральным улицам Лондона. В завершении беседы с ними принц Уэльский нашел силы на шутку, что неудивительно, если учесть, каким отличным чувством юмора обладала его бабушка, сообщив служащим, она всегда проявляла особый интерес к армии, уверен, что с небес она будет наблюдать за вашим шествием и отмечать, насколько точно движение каждого солдата и какая форма на них надета. После сын короля Карла III перекинулся парой фраз с военными о регби, улыбнулся им и покинул учебный центр вместе с женой. Это не первый раз, когда принц Уильям комментирует похороны своей бабушки Елизаветы II. Позавчера таблоид Зе Телеграф поделился словами одной из женщин, пришедших почтить ее память к воротам Сандрингемского дворца, где королева любила проводить рождественские каникулы. Женщина по имени Джейн Уэльс встретила его вместе с Кейт Миддлтон во время возложения цветов, и принц Уэльский перекинулся с ней парой фраз. «Происходящее в настоящем вызывает у меня воспоминания из прошлого», — сказал он ей о подготовке к похоронам британской королевы. Позже он прибавил, с чем именно она ассоциируется, с приготовлениями к поминкам его мамы, леди Ди. В день ее похорон принцу Уильяму было 15 лет, тогда он шел за траурной процессией вместе с братом, принцем Гарри, отцом Чарльзом и принцем Филиппом, как это требуется согласно монаршему регламенту. 6 сентября 1997 года они пешком сопровождали гроб принцессы Дианы из Кенсингтонского дворца, в котором она прежде жила с принцем Чарльзом, до Вестминстерского аббатства, где также проходила поминальная литургия. «Этот путь был одной из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал», — заявил позже принцу Уильям журналистом. Принцы принцессы Уэльские посетили Сандрингям, чтобы почтить память Елизаветы II. Это одно из любимых мест королевы, где она часто проводила праздничные дни вместе с семьей. Кейт Миддлтон появилась на публике в традиционном траурном наряде черного цвета. Свой образ она дополнила лодочками в тон платью, сумочкой и жемчужными серьгами. А принц Уильям предстал в темно-синим классическом костюме. Супруги прочитали трогательные послания британцев, которые были оставлены у стен Сандрингема. Общаясь с местными жителями, жена старшего внука покойной королевы не смогла сдержать эмоций. Она призналась, что очень тяжело переживает утрату Елизаветы II, мы глубоко тронуты и очень взволнованы. «Мы опустошены и благодарны вам за слова сочувствия», — обратились к публике принца и принцессы Уэльские. Известно, что королева Елизавета II обожала жемчуг. Именно поэтому королева-консорт Камила, Кейт Миддлтон, Меган Маркель и другие члены королевской семьи во время траурного шествия в Лондоне, посвященного прощанию с королевой, в знак уважения надели жемчужные украшения, в том числе, принадлежавшие самой королеве. Кейт Миддлтон появилась в серьгах, которые ей достались от ее величества. Королевская традиция носить жемчуг в знак траура восходит еще к королеве Виктории, которая была настолько преисполнена горем после смерти принца Альберта, что всю оставшуюся жизнь носила только черная. Иногда ее черные ансамбли разбавлялись драгоценностями, хотя они всегда были черными, бесцветными или жемчужными, рассказала модный эксперт Максвелл Стоун. Считалось, что жемчуг символизирует слезы, что положило начало традиции, которая существует и по сей день, добавила она. Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Сегодня гроб монаршей особы доставили в Вестминстерский дворец в Лондоне. По словам принцессы Анны, королева оставила четкие инструкции о том, как должны проходить ее похороны. Единственная дочь Елизаветы II рассказала о последних сутках жизни матери. Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой матери. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в ее последнем путешествии, поделилась она. Принцесса Анна также обратилась к публике с благодарностью за поддержку в связи с утратой близкого человека. Стать свидетелями любви и уважения, которые столь многие проявляют в эти дни, одновременно наполняет смирением и воодушевляет. У всех нас останутся уникальные воспоминания. Я благодарю всех и каждого, кто разделяет это чувство потери, добавила она.